Вечер добрый, надеюсь. Если вы думаете, что все праздники и салюты отгремели, то чтобы да, так нет. Не расслабляйтесь, нам еще предстоит встретить Новый год по старому стилю. И вы же помните, что в те поры, когда не было ни Твиттера, ни Фейсбука, ни гаджетов всевозможных, у нас с друзьями перед самым Новым годом был такой обычай смотреть по телевизору фильм с легким паром. Но теперь ирония судьбы заключается в том, что из телевизора многие переселились в социальные сети или живут в этих двух параллельных мирах едва ли не одновременно, путая актрису Барбару Брыльскую со светской то ли тигрицей, то ли львицей Баженой Рынской. А социальные сети все шире раскидывают свои сети. И именно через Фейсбук народ Эстонии поздравил с православным Рождеством посол США в Эстонии Джеймс Меловилл. И ему было не в лом сделать это на русском языке и в соответствующем семейно-праздничном антураже. А говорится русский пословец «Ваш поспел везде пострел». И как тут не вспомнить бетонные стены, вероятно, музея Куму, на фоне которых выступила с новогодним обращением президент Керсти Кальюлайт. Оно не сильно понравилось многим русским людям, вероятно, из-за ошибок технического обеспечения. Фонд какого-то каземата, немотивированные паузы, взгляд не в ту камеру. И это заметили и эстонские зрители. Но они также отметили стремление президента говорить искренне, понятно и без ложного пафоса. Но все это было утрачено в русском тексте, который опубликовала канцелярия президента и тиражировали наши СМИ. Там вместо простого и понятного обращения к эстоноземельцам получилось нагромождение канцеляризмов от какого-нибудь забубенного столоначальника. И венцом этого творения прозвучал финал. Держитесь друг за друга, все вместе сохраним Эстонию. Не шалей, не шалей, быстро. Строганый север, порядка 50 метров. Быстрее, гад. Ну что? Сеня! Но не было в этой речи призыва к пьяным слушателям держаться друг за друга, не падать и сохранять. На самом-то деле президент сказала простую вещь. Поддерживая друг друга, мы все вместе поддержим Эстонию. А пока Эстонию будет поддерживать реформированное руководство партии реформ. Это до чего же надо было довести еще недавно руководящую и направляющую силу нашего общества, что она впервые за все десятилетия своего существования проводила выборы председателя партии. Вы не ослышались? Именно впервые? Именно выборы? До этого у реформистов действовала придуманная Борисом Николаевичем Ельцином система преемника. Создатель партии Сим Каллас передал власть Андрусу Ансипу, тот Тави Рывасу. И вот эти люди говорят нам о плохой демократии в России. А сами себя вели так, как говорят о себе американские военные. Мы защищаем демократию, но мы не практикуем ее. Но Тави Рывас треском провалил выборы президента. Партию его выперли из правящей коалиции, и реформисты в спешном порядке стали менять коней перед самой переправой. То есть перед выборами в местные органы власти. И провели досрочные выборы председателя и правления партии. И здесь нужно пирожек Спира, если он вообще существовал, чтобы описать страсти, бушевавшие среди наших либералов. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или не надо оказать сопротивлением? Так вот. Сначала считалось, что председателем станет Кристин Михал. Типичный партийный бройлер, побывавший министром, один из немногих закулисных руководителей реформистов. Фигура, связанная со многими денежными скандалами. И что ему делать в этом случае? А во-первых, заявить, что «Все, что я делал, это все для вас, и ради вас, партийцы, мои ненаглядные. То есть, если я и запачкан, то и вы, соответственно, из того же источника облиты». И второе, что надо сделать – обвинить своего конкурента в грязной игре. А конкурент Ханна Певкур не стал снимать с себя пиджак во время выступления, как рубаха парень Михал, а заявил, что надо заканчивать с принятием решений в кулуарах. Народ хочет сам участвовать в этом процессе. «И я, Ханна Певкур, сделаю все, чтобы дать ему такую возможность». Здесь надо сказать, что у бывшего министра Певкура уже был реальный шанс стать председателем партии. Он, говорят, даже поехал представляться в потенциально новом качестве нашему ненаглядному Томасу Твиттероману Ильвису. Но в последний момент завернули мужика, и вместо него прибыл Рывас. И одним из тех, кто принимал это обидное для Певкура решение, был подруливавший тогда партией за кадром Кристин Михал. «Слушай, обидно, кранусь, обидно, но ничего не сделал, да? Только вошел». Собравшийся на съезде народ поверил мятежнику, и Певкур получил 1048 голосов, в то время как Михал всего 635. А это значило провал закадровых кукловодов партии. Более того, на выборах правления рядовые реформисты поддержали семью Калласов. Сим получил 1074, а дочка Кая – 1063 голоса. Рядом с ними оказался только Юрген Лиги с его 999 голосами. Тут вспоминается недавнее сравнение заслуженного партийца Лиги с яблочным червем, для которого весь мир – вот это самое яблоко. Автор образа Кая Каллас предложила Юргену иногда вылезать из яблока, чтобы увидеть настоящий мир вокруг. Но, как заметил аналитик Ахтулубикас, Певкур выиграл сражение, а война ему еще предстоит. И проблема нового председателя в том, чтобы стать реальным, а не номинальным руководителем. Ведь еще при Рывасе и даже сегодня настоящим начальником партии остается Михал, которому смотрит в рот генеральный секретарь Небоккат, не говоря уже о Рзиманусах, или, как их называют комментаторы, Ролло Манусах. Новый председатель партии не делает вид, что в ней все хорошо. Он понимает, что если и хорошо, то как у той маркизы, у которой окалела любимая кобыла, сгорела конюшня, вот только хозяин не застрелился, как в той замечательной песенке, а в остальном – прекрасная маркиза, ни одного печального сюрприза. Удастся ли Ханну Певкору стать реальным начальником партии? И это мы еще увидим. Но уже сейчас ясно, что русским людям нечего ждать от этой партии. В интервью порталу «Пост и Мест» новый председатель заявил, что русские школы в Эстонии – это если и может быть, то только как теоретическое исключение. А на практике школа должна быть эстонской. Никакие послабления в политике гражданства не нужны. Их и так сделано достаточно. И он помнит, что было во время «Бронзовой ночи». При такой замечательной памяти хотелось бы спросить, знает ли Певкор, что привело к событиям этой ночи и кто их спровоцировал. Но, боюсь, анализ не самая сильная сторона нового председателя реформистов. Пойдём простым логическим ходом. Пойдём вместе. Пойдём вместе. Мы в бане пили за что? За Лукашина. Потому что он женится. У тебя поразительная память. Сейчас не об этом. Зато он считает, что его партия может ещё до следующих парламентских выборов войти в правящую коалицию. А уж выборы в Риге, Когу, они выиграют. Так считает новый председатель партии «Реформ», который на словах выступает за ликвидацию в партии системы кулуарных решений и создание демократического управления. Возможно, он надеется на поддержку Калласа. Но тот на прошлой неделе пережил операцию сердечно-сосудистой системы и вряд ли готов к тяжёлой партии на строительственной работе. То ли прошедшие выборы президента, то ли предстоявшие выборы председателя партии «Реформ» довели почётного председателя этой партии до операционного стола и ему сделали операцию, которая должна предотвратить как бы неотвратимый инфаркт. Тяжело даются нашим теперь уже бывшим премьерам года пребывания на вершинах власти. Как тут не вспомнить тяжёлый инсульт Марта Лара? На прошлой неделе, наверное, все социальные сети, не говоря о традиционных СМИ, обслуживали двоих наших соотечественников. Как сообщила Яна Том, её пригласили в Сирию в качестве евродепутата, заинтересованного в процессе примирения в этой стране. По опыту первого визита, когда за эту поездку к кровавому диктатору эстонские средства массовой информации только что не прибили гвоздями на крест нашего евродепутата, она, вероятно, придумала замечательный ход. Пригласила в поездку писателя и журналиста Андрея Хвостова. А тот немедленно поставил на уши весь эстонский Фейсбук и заодно печатные и виртуальные медиа. Всё дело в том, что он не любит огульных обвинений, а его ведь немедленно сделали агентом Кремля и пытается всегда в меру своих немеренных способностей разбираться в сути дела явления события. И вот этот, хотел сказать, ход конём, но на самом деле Хвостовым дал удивительный результат. Вместо хора осуждающего, проклинающего началось невероятное. Эстонские СМИ стали предоставлять эфирное время, газетные площади и виртуальное пространство Яне Том. И, соответственно, Андрею Анфан Терибль-Хвостову. Том-то уже давно Терибль. То есть читатели, слушатели, зрители эстонские получили не только и даже не столько порцию пропагандистского спена и урта осуждения, но и познакомились с соображением, собственно, объекта осуждения. Это правда нечто новое в эстонской журналистике. Почему желтая пресса узнает все раньше нас? Так ведь рыночная экономика, ты же генерал. Кто платит больше, тот, соответственно, узнает раньше. В результате Яна Том стала не объектом пинания, а ньюсмейкером на целую неделю и удостоилась огромного интервью в субботнем выпуске «Эстепаево-Лехт». До чего они там допереговаривались в той Сирии, так и осталось тайной Димашкского двора, по-нашему, Дамасского. Но вот несколько интересных заявлений евродепутат Том сделала как раз в этом пространном интервью. Во-первых, поставлена точка, нет, поставлен крест на нарвском мэрстве Яны Том. Это менять шило на мыло, хотя помощь нарвской ячейке партии евродепутат, разумеется, будет оказывать. Во-вторых, если и будет на местных выборах список Сависара, то Яна Том в него не пойдет. Да и вообще, кто там в этом списке будет. Огласите весь список, пожалуйста. На пост мэра Таллина Том будет претендовать, если это будет необходимо партии, она партийный человек, если им удастся договориться с Ратасом, то, возможно, она даже не будет баллотироваться на местных выборах. И вот тут место темное. С одной стороны, председатель центристов Юрий Ратас уже публично заявил, что не исключает выдвижение кандидатуры нынешнего вице-мира Тави Аса на пост городского головы. Следовательно, о чем-то договорились. С другой стороны, Том может на местных выборах набрать много голосов для партии. А это важно. Центристам надо победить на местных выборах в Таллине. С третьей стороны, она может собрать урожай голосов, который не под силу Ратасу, и это будет разрыв партийной матрицы. Ну и можно осторожно предположить, что идет торговля, итогом которой станет коалиция во главе Таллина, а не единоличное правление партии центра. Слабым подтверждением этого соображения может быть высказанное евродепутатам сожаление о том, как они, центристы, очень неподружески обходились с оппозицией в Таллине. Когда Яна Том говорит о дружбе, да еще с политиками, это у меня вызывает улыбку. Да ведь казнили тебя на медне. Вот это новость! Повесили тебя на собственных воротах третьего дня по приказу царя! На неделе еще одним ньюсмейкером стала партия народов Эстонии. Собственно, партии еще нет, идет как бы подготовка к ее созданию. Еще даже не очень понятно, удастся ли ее создать. Но вот кто-то в эстонских кабинетах решил, что надо бы начать перед выборами охоту по системе одним выстрелом двух зайцев. То есть попугать эстонский электорат типа не расслабляйтесь, эти русские уже свою партию готовят, сплачивайтесь вокруг эстонских. А с другой стороны довести и до русских, что у них будет вариант голосовать не только за центристов, но вот еще партия намечается, чисто как бы русская, хоть и называется народов Эстонии. А народ в Эстонии, если судить по конституции, один, эстонский. Ну а русские партии, они все уже почили, боюсь, и эту ждет та же скорая судьба, даже если она родится. Не убивайте меня, Василий, я знаю, мы с вами из разных социальных пластов, но ведь нас судьба свина. Да какая судьба-то? По пьянке закрутилась и не выберись. Уверен, такая судьба еще одной сногсшибательной новости про письмо американскому султану бывших активных политиков стран Восточной и Центральной Европы при участии нашего вездесущего Томаса Хендрика Ильвиса. Как же без него? Пишут они да, избранному президенту США Дональду Трампу. Дескать, мы столько завоеваний завоевали после победы в холодной войне, а вы, не дай Бог, расплескаете весь этот неприкосновенный запас и, что еще страшнее, замиритесь с Россией. Соглашение с Владимиром Путиным не принесет мира, скорее войну, пишут политики. Это они, пожалуй, преувеличивают. А вот чего они боятся, так это соглашение, которое наблюдатели уже окрестили Ялтой-2. То есть, Америка и Россия могут договориться о разделении сфер влияния, как это примерно случилось после Второй мировой войны, когда союзники поступили именно таким образом. А поскольку Бог любит Троицу, то для России правоприемница СССР. И это может стать третьей договоренностью подряд, если начинать отсчет от пакта Молотова-Риббентропа. Сыграем, дяденька? Что в заклад ставишь? Я даром не играю. Полцарство! Полцарство у него есть! Ванька, ставь полцарство! Полцарство на кону! Письмецо это возникло не на пустом месте. В субботу, если я не ошибаюсь, Дональд Трамп написал в своем твиттере, что характерно после встречи с начальниками разведслужб, на которой обсуждалось вмешательство России в президентскую выборную кампанию. Хорошие отношения с Россией, дело хорошее, а не плохое. Только глупцы или дураки могут думать, что это плохо. Это еще можно было бы пережить. Но неуемный Трамп продолжил. В мире хватает проблем, чтобы создавать еще одну. Когда я буду президентом, Россия будет уважать нас гораздо больше, чем сейчас. Ну, и это еще можно пережить, поскольку сказано больше для внутреннего употребления. А самое ужасное было в его последнем твите. Возможно, обе державы будут работать вместе, чтобы решить некоторые крупные насущные проблемы в мире. Последнее слово набрано верхним регистром, то есть большими буквами. Это подметил Ахта Лобликас, пояснивший, что Трамп намеренно нарушает правила Твиттера приличия, где писать за главными буквами считается дурным тоном. Контора пишет. Это возмутительно! Вот эта вот совместная работа над проблемами мира без социализма кажется нашим центральным и восточноевропейским казакам от политики самым страшным. По всему поэтому вспоминаются случаи, когда одного записного патриота, а у нас их пруд пруди, пожалел какой-то писатель, обнял его за плечи и сочувственно так спрашивает, как же ты живешь без мозгов-то? С новым наступающим вас по-старому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова